Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Час ожидания. Почему возле отделения «Межрегионгаза» систематически собираются длинные очереди и какая есть альтернатива? Зона личной ответственности. Глава города призвал арендаторов пляжей следить за состоянием береговой зоны круглый год. Более сотни наград за два дня. Анапский хореографический коллектив «Лунапарк» восьмой раз подряд признан лучшим в крае. Зимние пляжи Анапы не пустуют. Туристы, приезжающие на курорт, всегда первым делом идут к морю, особенно в заповедной зоне Утреша. Но общая картина пляжной территории оставляет желать лучшего. В поселке Большой Утреш, в самом оживленном и людном месте, в межсезонье туристов встречает неприглядная картина. Это муниципальный участок. Это участок муниципальный. Он внизу там держится на таких слабых подпорках. Сюда люди заходят фотографироваться. Хорошо. Давайте тогда, если именно этот участок был на рассмотрении, мы примем решение об отказе и вынесем на демонтаж на муниципальный контроль. Ну, хотя бы поблагородил бы этот бардак уже. Вот в таком виде это все лето. Он завешивает его купальниками и говорит, что все нормально. Все, разговора нет. Таким же неухоженным выглядит сегодня и спуск к морю. Территория вокруг захламлена строительным мусором, а на самом пляже и на склоне чего только нет. При этом арендаторы у территории есть, но за порядком зимнее время следить они не считают нужным. Найдите хозяина участка, чтобы он привел буквально в идеальный порядок. То, что даже в ветреный зимний день на этих пляжах прогуливаются курортники, говорит о их природной привлекательности. Не хватает только постоянной заботы. Надо наводить порядок, просто в оперативном порядке, потому что это место публичное. Понимаете, в любом случае место публичное. А для большого утреша он как бы наш, это жемчужина. Несколько лет претензий к участку мелкорозничной торговли. Решено демонтировать устаревшие конструкции, а участок использовать для благоустройства. Территория в районе Дельфинария в собственности края, но спрос с арендаторов не меньше. На полуострове полно брошенных конструкций, но мусор последних штормов убран. На высоком берегу в городской черте в планах инвесторов создание пляжей европейского уровня. А пока арендаторы вывезли прошлогодние конструкции, очистили захламленный берег, ведь отдыхающих на автомобилях здесь ежедневно много. Управлением по курортам и туризму сделано замечание арендаторам. Работа по санитарной очистке пляжей должна быть регулярной. К 80-летию Краснодарского края в Анапе появится новый сквер. Такое решение было принято на заседании Консультативного совета общественных объединений при главе города-курорта. В числе рассмотренных вопросов также обеспечение антитеррористической защиты, организация публичных мероприятий и создание новых зеленых зон. В грядущем сентябре Краснодарский край отметит знаменательную дату. 80-летие со дня своего основания. Сергей Сергеев отмечает, курорт обязательно должен внести свой вклад в историю юбилейного года. Давайте мы найдем участок земли, в городе, закупим посадочный материал, хороший. И в честь 80-летия заложим хотя бы сквер. Может быть у кого-то есть еще какие-то предложения, потому что 80 лет Краснодарскому краю, ну дата знаменательная, скажем так, юбилейная. Ну она подолжна свой след оставить, хороший. Предложение Сергеева поддержал председатель правления Анапского городского отделения ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Бабунц. Он отметил, что в благоустройстве сквера с удовольствием примут участие общественные организации и национальные диаспоры. Также активисты предложили благоустроить тротуар на Анапском шоссе и создать зеленую лесопарковую зону с тротуаром и детским городком в Витязево. Сергей Сергеев гарантировал, что обращения будут рассмотрены. Анапа уже начала готовиться к сезону, в течение которого на курорте пройдут сотни массовых мероприятий. Поэтому вопросы обеспечения безопасности по-прежнему в числе первостепенных. Минувший сезон прошел без происшествий, в том числе и благодаря слаженной работе полиции, казачьей и народной дружинам. Результат проводимых мероприятий на территории нашего города-курорта показывает, что граждане, население начало правильно реагировать на все проводимые мероприятия. И в большом количестве возросло количество обращений граждан по вопросам нахождения подозрительных предметов, брошенного автотранспорта, обнаружения бесхозных предметов. И это правильно, что люди правильно реагируют на все это. В продолжении совещания главный специалист Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями Сергей Исаев напомнил его участникам о требованиях законодательства Российской Федерации при организации и проведении публичных мероприятий. В соответствии с законом, уведомление о проведении публичных мероприятий подается в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Земельному участку на улице Крымской 150, где расположено аварийное здание военкомата, присвоен вид разрешенного использования общеобразовательной школы, начальной школы, детские сады, детские сады Ясли. По соседству скоро начнется строительство нового детского сада «Орленок». Объединить два участка и таким образом увеличить территорию для дошкольного учреждения – инициатива главы Анапы. Сегодня Сергей Сергеев подписал соответствующее постановление. 21 декабря 2016 года были проведены у нас публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1234 квадратных метров, расположенной в городе Анапе по улице Крымской 150. Этот земельный участок был под зданием военкомата и перевели его под детские садики, под школы. Эти участки будут объединены, это было поручение главы, и будет увеличена площадь застройки этого детского садика. Современный детский сад не будет стеснен и станет украшением центральной улицы. Поручение главы Анапы – сохранить профиль учреждения. В «Орленок» получали путевки малыши, нуждающиеся в коррекции зрения. С объединением участков появится место для дополнительного корпуса рядом с основным зданием. Ежемесячно по несколько дней возле отделения «Газпром-межрегионгаз» образуется длинная очередь из желающих заплатить за коммунальную услугу. В пиковое время анапчане проводят в ней не менее часа, причем даже на улице. Газовики говорят, что так происходит в дни, когда клиенты получают квитанции на оплату. При этом поясняют, что сегодня не обязательно тратить время на поход в кассу. Есть множество способов оплаты коммунальных услуг. «Пришла я где-то минут 15 и 11, 10, 47, 10, 50, полтора часа». Очереди желающих заплатить за газ. Тамара Ивановна говорит, что такую картину здесь можно наблюдать регулярно, когда приходит время платить по счетам. «Так, по-моему, всегда, когда начало, сразу очень многое». По словам женщины, внуки помогают ей заплатить через интернет, но сегодня их поблизости не оказалось, и она была вынуждена прийти лично, так как живет в частном доме, объем потребления достаточно большой, а за просрочку будут начислять пени. Люди, с одной стороны, явно недовольны, особенно те, кто живет в сельских округах, с другой предпочитают выстоять очередь. У Сергея также ощутимые суммы, но платить, например, через банкомат или терминал он не хочет, так как у семьи был негативный опыт использования подобных систем. «Мою маму попросили платить через кассу, это будет надежно. Аналогично я уже второй год плачу». В Горгазе говорят, что сегодня механизм полностью настроен и работает без сбоев. Для абонента нет никакой разницы, где платить, и он может выбрать наиболее удобную точку. Речь о десятках альтернативных вариантов по числу почтовых отделений и филиалов уполномоченных банков. «С почтой России, с Крайенвесбанка, Россельхозбанк, Кубань, Кредит, у нас заключены договора по приему платежей. Это означает, что абонент может там спокойно оплатить без комиссии. И это гарантирует поступление платежа и передача показаний счетчика. Здесь каждый платеж отслеживается. В конце месяца обязательно подписываются акты выполненных работ и полностью до копейки выверяется сумма принятых платежей банки, которая к нам пришла на участок». Все возможные способы оплаты перечислены на квитанциях, но здесь нужно помнить, что в терминалах оплаты могут взять дополнительный процент. Вместе с тем, сегодня платить за газ можно и не выходя из дома, с помощью банковской карты, в том числе настроив автоматический платеж. Возможны комбинированные варианты, когда клиент приходит в офис только для того, чтобы оставить в ящике показания счетчиков, а средства вносит там, где нет очереди. Помимо этого, данные можно сообщать по телефону или через личный кабинет на сайте. Уже на следующий день очередь сократилась, на улице уже никто не ждет. Казовики надеются, что со временем альтернативные варианты оплаты станут основными. Стоять в очереди теперь не нужно и клиентам страховых компаний. С 2017 года заключить договор обязательного страхования автомобильного средства ОСАГО можно через интернет. Для того, чтобы получить электронный документ, необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты посредством электронной платежной системы или интернет-банка. Отныне все страховщики, работающие на рынке ОСАГО, обязаны продавать электронные полисы. И в случае, если вы выполнили все условия верно, а заключить договор страхования так и не удалось, можно обращаться в территориальное учреждение Банка России или Российский союз автостраховщиков. Сегодня в России отмечают сразу два праздника. Студенты – День российского студенчества, а Татьяны – свои именины. Устроительницы и учредительницы Татьяны прекрасно знают, что означает их имя. Они в большинстве своем такие и есть – основательные, обстоятельные, уверенно устраивающие мир вокруг себя. Если учесть, что Татьяна – самое распространенное имя в России, можно смело утверждать, что мир держится на них – умных и красивых, решительных и непревзойденных. Правда, в последние годы этим простым и благозвучным русским именем девочек в Анапе стали называть все меньше. Например, в 2015-м всего 8, а в 2016-м только 7. И все же Татьян известных и успешных в нашем городе много. Они самой судьбой своей подтверждают тайну, сокрытую в имени. Татьяне Павловне Залеской, директору гуртеатра, оно помогает быть добрым ангелом-хранителем для большого и дружного коллектива. Мне давали несколько имен женских, но моя старшая сестра Галина, в то время ей было 6 лет всего лишь, она сказала, нет, она будет моя младшенькая Татьяна. Так и получилось в нашей семье Татьяна. Я ей очень благодарна, люблю свое имя очень и очень сильно. По жизни мне всегда везет с нашими Татьянами. Я хочу их всех поздравить с праздником, пожелать им здоровья, счастья, благополучия. Ну и, конечно, всех студентов, потому что Татьяна – это энергетический потенциал, да? Это человек-лидер, это человек-энергия, это человек-фейерверк, красота. Все-все-все в этом человек и собирается, как и во многих из нас, да? Но студенты – это, конечно, половинка нашего имени. Поэтому всех студентов тоже поздравляю, счастья, радости всего-всего. Всех люблю с праздником. Татьяна – люди творческие. В классе у художника и педагога Татьяны Жарких о любимом учителе только высоким слогом. Девочка с очень редким и современным именем Илария. Татьяна Валерьевна, она очень даже хороший художник. Она очень добрая, она всегда помогает нам. Она учитель, что такого больше в мире не найдешь. Когда родители мне дали это имя, наша Таня громко плачет. Так оно действительно и было. Я и плакала, я и капризничала, но решила, что это мое имя. И оно позволило мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Татьяна – настоящий профи в своем деле. Их искренне ценят за глубокие знания и умение дарить людям свою доброту и участие. Заведующая отделением городской поликлиники Татьяна Сергеевна Дикарева, при этом очень скромный человек, хотя в профессии она уже 40 лет. Иногда рядом с именем Татьяна легко уживается еще одно, олицетворяющая твердость характера, требовательность и уверенность. Такое всегда проявляла себя в работе главный специалист муниципального контроля Татьяна Буняк, за что ее откровенно называют Маргарет Тэтчер. И она не обижается, только строже спрашивает за порядок. Вот это вопиющий факт камского, вообще варварского отношения. Люди в городе из газонной части сейчас приводят все красоту, деревья сажают, белят все, а у нас жильцы, на которых не было дома, все это взяли и смесили. Татьяна лучшая руководительница и бизнесвумен. И с собой они несут в Анапу красоту и передовую моду. Хозяйка магазина «Польская мода» тоже Татьяна. Она одевает деловых и успешных женщин и всегда точно знает, что порадует модниц, потому что выбирает для них наряды как себе. А имя ей в этом непростом бизнесе и помощь, и порука. Меня назвал папой Татьяной. И поэтому, наверное, Татьяна – это устроительница, женщина, наверное, которая всем помогает и в доме, и по работе, и вообще в целом. Это женщина, которая очень миролюбивая, очень любит всех. И ее все любят, наверное, я так думаю, правда? Это точно. Ну и чтобы было вот именно мир и добро вокруг. Вот, наверное, это имя и несет. Силу, наверное, значимость какую-то во всем этом. И вот именно всех обогреть, всех собрать и что-то сделать. Всем Татьянам и их близким яркого праздника. Говорят, в этот день порадовать Татьяну – значит задобрить святую Татьяну, которая всегда придет на помощь в любви и учебе. А в честь Дня студента учащиеся и преподаватели филиала Московского педагогического гуманитарного университета организовали фестиваль творчества с песнями, танцами и даже элементами экзотики. Алина на третьем курсе. Учится на педагога начальных классов. Любит танцевать. Индийский танец выбрала, потому что нравится культура страны, музыка, а также специи. Такие танцы исполнять достаточно непросто, так как требуется особая координация движений. По ее словам, анапские студенты в принципе любят заниматься танцами. На все хватает времени, все успеваем. Студент – это многообразный человек, который все успевает делать. Так анапские студенты отмечали Татьянин день. 25 января по новому стилю в 1755 году был образован Московский университет. Тогда у российских студентов появился свой собственный праздник. До этого здесь его встречали по-разному. Ярмарками, концертами. В прошлом году провели викторину. В этот раз решили быть фестивалю талантов. У нас много талантливых ребят, студентов. И бывает так, что они не всегда себя проявляют в течение учебного года. Поэтому сегодня, концентрированно вот так, мы решили сделать вот такой фестиваль, где желающие могут проявить себя. Любая творческая деятельность полезна тем, что ты учишься держать себе на публике, взаимодействовать с публикой. Это очень полезный опыт. Я тебя успела позабыть. Нет тебе, морской парам, я его хочу любить. Номер поздравления для курсантов Анапского института береговой охраны. Помимо морской тематики, национальный колорит. Организаторы решили не устраивать соревнований. По итогам каждый получил по статуэтке на память. Более 100 наград привез с краевых соревнований анапский танцевальный коллектив «Луна Парк». Это своеобразный рекорд на старте нового сезона. По словам руководителя Виолетты Кабановой, улучшить результат удалось за счет новых методик, который позволяет увлечь танцами самых маленьких. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций и узнала, сколько времени нужно, чтобы с нуля подготовить трехминутный танцевальный номер. Танцевальный номер в стиле модерн. Работу над ним закончили совсем недавно. Около трех минут чистой пластики в гармонии. Необходимо полное взаимодействие. Помогает то, что Анастасия и Роман – родственники. Им по девять лет, танцами занимаются с пяти. Интересно, мы это любим, стараемся. У нас это получается, мы выигрываем. В этом году «Луна Парк» завоевал на краевом турнире «Золотая Ника» 107 наград. Из них 63 первых места. Это первая ступенька, которая открывает в новом году дорогу к общерахийским, а в перспективе и международным турнирам. Краснодарский край специалисты называют одним из самых танцующих, поэтому конкуренция достаточно высокая. При этом анапчане 8 лет подряд лучшие в регионе, а на старте нового сезона побили собственный рекорд. Почти на 30% больше золотых медалей. Мы можем теперь на ЕФО представить намного больше номеров. То есть есть возможность для детей всех возрастных групп представить себя и на ЕФО победить, и потом представить на чемпионатах России, на Всемирной танцевальной олимпиаде. Представьте, что на каждую минуту, которую показывают артист, нужно 20 часов тренировок. На каждую минуту 98 артистов показали 116 номеров продолжительностью по 3 минуты. Умножьте это все на 20 часов, и вы поймете, сколько мы пахали ради этих медалей. По словам Виолеты Кабановой, чтобы оставаться на гребне, нужно предлагать новые идеи, а также внедрять новые методики. Фактически превзойти прошлогодний результат помогли самые маленькие артисты. С ними занимаются также по особой технологии. Милане 4. Коллектив. Год назад ее привела мама. Просто я немного дома занималась, растягивалась и заметила, что и она тянется. В общем, пришли в 3 года в лунопарк. Показывали, как надо танцевать, как носочки тянуть. Да нет, легко это все сделать. Мальчики все умеют делать. Следом за дочерью сюда пришла и мама. Она занимается во взрослой группе. О коллективе родители и педагоги говорят, как о большой семье. Называют это одним из залогов успеха. Год только начался. В прошлом году коллектив стал третьим в России. Как будет в этом, никто загадывать не берется. Но настрой определенно есть. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2», ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова